Все обследования, которые проводит бизнес-объединение, Российский союз промышленников и предпринимателей, наши коллеги, такие как объединение малого и среднего бизнеса, опора, например, фиксируют, что главной проблемой для развития бизнеса является нехватка квалифицированных кадров. С одной стороны, это происходит по причине чисто демографической, старения населения, и с другой стороны, речь идет о том, что система профессионального образования, среднего, высшего, она не готовит специалистов, востребованных рынком труда. Возникает своего рода разрыв между потребностями рынка труда, меняющегося достаточно быстро, обновляющиеся технологии к этому ведут, и системой подготовки кадров, которая ориентирована на компетенции 5-10-летней давности. Поэтому вот этот разрыв приводит к тому, что надо доучивать, переучивать, адаптировать выпускников вузов и средних профессиональных учебных заведений. И, безусловно, здесь проблему не закрыть гастарбайтерами, поскольку речь идет о квалифицированных кадрах, которых надо готовить для работы на современных производствах. Решить эту проблему можно разными путями. Безусловно, речь не идет о завозе специалистов, потому что их не хватает в большинстве стран мира, будь то Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион. И так же, как компании борются за квалифицированные кадры, переманивая их в том числе рублем, социальными пакетами, так и страны борются на мировом рынке. И, безусловно, борьба эта приводит к повышению и зарплат, и сдержек на рабочую силу, что в конечном счете может резко снизить конкурентоспособность продукции. Поэтому, безусловно, нужно разрабатывать требования к компетенции, так называемые профессиональные стандарты. Мы этим занимаемся с тем, чтобы эти профессиональные стандарты были основой для образовательных программ, для государственных образовательных стандартов. Вот эта смычка между требованиями рынка труда и качеством подготовки специалистов во многом может способствовать решению этой проблемы. И, безусловно, очень важно правильно ориентировать молодых людей. Их желание быть менеджерами, юристами, экономистами сейчас уже, как говорится, не востребовано рынком труда. Нужны инженеры, нужны специалисты рабочих профессий, как раньше говорили, но с высшим профессиональным образованием. И постепенно нам нужно и ментальность менять наших лицеграждан, родителей, тех детей, которые хотят хорошего будущего для своих чад. Спасибо.